привет всем москве 5 утра в сингапуре уже 10 и сегодня мы пройдемся до работы ранним утром по пекущему солнцу вот этот 20 этаж называется здание 74 телок вот такой прекрасный вид из окна там находится парк через который был бы неплохо пройти напрямую наш офис находится совсем близко вот возле той башни но его не видно из-за этой мы пройдем спустимся вот здесь пройдем мимо местной школы вон там пройдем мимо стоянки автобусов и пойдем вдоль дартой дороги на эту дорогу на самом деле только половина на самом деле вторым автомагистраль идет под ней там дорога над дорогой та которая сверху платная из красного жосе сегодня нам пришло объявление мне предлагают выбрать цвет наших домов сейчас посмотрим что предлагают дизайнер предлагает нам три каких-то схемы цветовых и мы увидим что они себя представляют первый вариант весь серый еще более серый второй вариант эмирал форест голубой и с кусками красного и мы голосуем за эмирал форест лешечная клетка тут без удобства продувается поехали зато легче нам разговаривает вот тут большой спуск для инвалидов но мы по нему не пойдем потому что нужно сделать 53 сигзага а здесь обычная лестница на тех кто нормально продвигается тут люди обычно сушат белье на палках и белье периодически с этих палок падает я так не отваживаю потому что 20 этажа они улетят туда где их вообще не найду никогда вот тут странная половинчатый спуск но тут просто и знак что не надо пытаться спуститься на инвалидной коляске почему-то он доведен только до середины тут же заканчивается мы такие уже видели я думаю какие-то артефакты прошлого а тут прям у нас называется хокерс центр был и рынок можно было славно пожрать но его закрыли на полтора месяца 10 июня осталось ждать еще месяц он 22 июля он откроется там продают продукты фрукты и самое главное куча куча всякой местной еды вот тот храм который мы видели сверху когда был какой-то праздник тут проходила служба сидел старый китаец играл на барабанах а самое впечатляющее было что рядом лежала китаец абсолютно круглым пузом просто как арбуз и он просто лежал ну видимо он был умудренной жизнью парковки все платные парковки во двор парковки просто парковки многоэтажные пишут сколько парковочных мест доступно для посетителей 44 не могу привыкнуть глупости и фальши или выстороннему движению как ни странно до сих пор непривычно к тому что все ходят по левой стороне по тротуару если идешь по правой стороне человек который идет на встречу он прямо до последнего не будет сворачивать будет верить что ты отойдешь свою левую сторону и по улицам также вот стоит машина не понимаешь на какую сторону она собирается выехать и продолжить свое движение местные птицы которые тут встречаются повсюду они называются майна но мы называли их грач они очень крутые смешные желтыми клювами их тут больше чем голубей большие крутые кнопки чтобы переходить дорогу давайте еще раз ее нажмем мне прям нравится смотрите раз раз так загорел светофор пойдем светофор горит несколько секунд для того чтобы начали движение и дальше начинает мигать и означает что начинать движение нельзя а заканчивать можно вот еще тут позиция мне нравится радующийся тигр затаившийся светофор зелени много все в зелени зелень зелени деревья в зелени мохнатых деревьях растет мохнатая трава на мохнатой траве вырастают еще какие-то более причудливые огромные листья и так что все покрываются крыши зеленью сами и не сами и каждый клочок земли никаких пустырей нет тут дошли до дороги а на дне еще одна дорога видно сверху это сверху скоростная платная дорога которая привезет вас просто в другой район сразу это типа промышленный район мы только что были в спальном теперь перешли в небольшой промышленный район какие-то склады вот эта электростанция местная кстати сингапуре можно выбирать провайдеры из своей электрической энергии у них разные тарифы и ты можешь выбрать того кто с тебя будет драть меньше обычно печет солнце поэтому мы пробираемся опять спасительную тень температура не очень большая но очень яркое солнце очень большая влажность поэтому создается ощущение что очень жарко и обильно потеешь как саня обильно потеешь но местные не ходят так как мы вот мы прошли большой участок под открытым небом нормальные люди так не ходят они ходят под навесами вот мы сейчас скрылись под навесом такие навесы покрывают практически большую часть пути они соединяют бизнес-центры они соединяют пути до магазинов там где мы прошли это короткий путь где никто не ходит а все схожные пути под таким навесом навесы защищают от дождя в первую очередь когда проливной ливень никакой зонтик не спасает и от солнца и под ними очень комфортно в темное время суток тут видите лампочки все подсвечивается все для людей тут такое предупреждение watch out for pmd персонал mobile devices или moving devices такие мини самокаты которые еле едут они электрические на них есть какие-то ограничения но можно часто встретить их и на тротуарах у нас тут располагается метро вот этот переход на ту сторону на метро лаборатор парк называется метро мы приближаемся к деловой зоне больше мы не выберемся из-под навесов тут есть дорожка для велосипедов правда в дождь она становится очень скользкая она покрыта каким-то полурезиновым покрытием и на ней даже стоять сложно ну и тут не без дураков конечно вот этот видите замечательный фонарь очевидно что он тут поставлен не для того чтобы освещать дорогу его поставили наверно сто лет назад чтобы освещать тротуар но потом построили навес и больше ничего тут не освещает стратегическое расположение офиса рядом с макдональдсом вот там наш офис уже видно волосатый и макдональдс светофор тут очень долгий поэтому нужно стараться попасть под зеленую волну а переход на красный свет тут то ли 200 то ли 300 сингапурских долларов погнали еще особенно светофора в том что они не нажимаются бывает никто не ходит и ты в россии подходишь к светофору нажал он сразу включился зеленый нет такого не бывает почему ты всегда стоишь и ждешь пока загорится зеленый это довольно долго вот мы опять вышли на солнце начинает нещадно печь просто я мечтаю об укрытии автобусная остановка рядом с офисом она такая большая потому что здесь ездят двухэтажные автобусы автобусы тут нам кажется самый удобный вид транспорта на котором мы в основном передвигаемся можно прямо доехать из одного района в другой не спускать ни в какое метро вообще не знаю где это метро ну и как обычно тут как обычно для нас как удивительно для вас тут все ухожено везде сидят везде посажены цветы разные цветы все аккуратно подстрижено газончики и вот такая штука на по всему городу так пытаюсь попасть лист отлично работает тут только по карточкам на входе нет никакой пропускной системы но если тебя нет карточки ты никуда не уедешь ну и наш прекрасный вид из окна который открывается из переговорки все приходящие сюда люди просто восхищены вид на океан